Всем привет, друзья! С вами Закупач, и я купил самый дорогой, самый крутой набор Hungrys первый сезон. Кстати, второй сезон, по-моему, так и не вышел. Что-то я не видел второй сезон. Если вы знаете, скидывайте ссылку, я их закажу. Итак, вот этот набор стоит на озон 3000 рублей. Купил его на озон, потому что такие штуки в России вообще не продаются, только в Америке. В Америке заказывать все равно не выгодно с доставкой на озоне за 3000. Но я думаю, если вы из Америки закажете, все будет то же самое, только идти будет месяц. А так, типа, с озона приехала ко мне за три дня. Кодовое слово на озон увидите сейчас на экране, поэтому кодовому слову вам 300 бонусных рублей для новых пользователей. А также скидки на множество товаров, ссылочку на скидки на какие-то товары. В общем, вводите кодовое слово. А на вкладке сообщества у меня периодически выходит, на что действует скидка. Итак, смотрим. Это у нас набор из трех фигурок. Поптимус Прайм, Эр Тодд и Зе Турдинатор. Англичане. Если вы хорошо знаете английский и вы понимаете юмор на английском, то напишите, как это правильно переводится в комментариях. Поптимус. Я как буду переводить... Попка Прайм. Я буду их так переводить. Попка Прайм. Эр... Эр Пёрд. Эр Пёрд. И Дристонатор. Вот. Я их так перевел. Но если просто вводить вот это название в переводчик, то он им ничего переводчика там не дает. Он не знает таких слов. То есть именно нужно знать английский на уровне разговорного, чтобы понимать, как это переводится. Итак, это у нас опять же МДА компания. Это... Помните, я уже снимал, кстати, обзор на них. Это какающие слаймы фигурка в правом верхнем углу. Оставлю ссылочку. Я уже их снимал. Очень много людей мне писали, сними на остальную коллекцию. Но я подумал, будет скучно снимать обзор на обычные фигурки, которые за 200-300 рублей. Интереснее снять же на самые дорогие премиум фигурки, которые самые редкие. Вот эти штуковины, которые я вам сейчас покажу, это самые редкие, по идее. Итак, смотрим, что тут есть у нас. У нас тут есть инструкция, коллекционный гайд. Вот. Первая серия. Есть еще вот эти, но я их нигде не видел. Я бы их купил бы, конечно же. Потом вот этих я не снимал. видео-геймс. Вот это редкие, вот из набора. Плюс два секретных слайма находятся здесь внутри. Прикольные вот этих. Я, правда, не знаю. Не, вот эти крутые. Смотрите, тут и Доктор Стрэндж, и Лорд Волан-де-Морт. Так, а кого я снимал? Слушайте, это вообще какие-то новые. У меня таких не было. Смотрите, кто здесь. Самый редкий, да, вот этот скелет. Экстра-блэк. Потом есть вот эти из Овервотча. Есть даже Марио. Но я их не видел. Есть даже профессор Думблдор, Думблсран. Тут написано. Короче, коллекционная бумажка прикольная. Слушайте, это вообще классно. Да, классная бумажка коллекционная. Вот это у нас инструкция, как сделать слайм. Но я ее почитаю чуть попозже, когда мы будем делать. А, был где-то Гарри Боттер, но в другой листовке. Мы, по-моему, снимали в прошлой распаковке, и там была листовка другая. Итак, что же у нас идет в комплекте? К сожалению, идет один унитаз. То есть придется всем трем какать в один унитаз. Но нет, мы, разумеется, по очереди они покакают у нас. Он вот так открывается. То есть мы должны сболтать слаймы в собой фигурке. Потом открываем унитаз. И он какает туда в унитаз. Вот. Не понял, а что он не открывается? А, во. О, слушай, тут даже резинка. Тут даже резинка, чтобы он, этот слайм, у вас не пропал. То есть вы слайм можете на хранение оставить в унитазе. То есть у нас будут монстры наши какать вот в этот унитаз. Это не монстры. Также тут есть какие-то добавки для слайма. Слушайте, приколдесина. Смотрите, тут есть наборы добавления в слайм. Это какие-то гайки. Это, наверное, для терминатора. То есть для этого, для Optimus Prime вот такие гайки. Также тут есть черный песок. Это я не знаю для кого. Ты думаешь, для R2-D2? Да. Вот такой переливающий песочек. Также есть алмазики. То есть тоже добавка для слайма. Алмаз. Я себе от этого соберу. Добавка в слайм какие-то... А, веревочки черные. Это черные веревочки. Милана говорит, это терминатор. И самое последнее. Это у нас какая-то жвачка как каха застывшая. Это как кинетический пластилин. Как плейдо. Как плейдо внутри находится. Потом. Это у нас для смешивания, по-моему, штуковины. Так, для смешивания. Hungry's 1. А, ну это цвета. То есть это сам порошок. Рандомный цвет внутри. То есть ты не знаешь, какой у тебя попадется. Всего, смотрите, их здесь много. На самом деле их тут очень много. То есть раз, два, три, четыре, пять. Пять слаймов мы можем сделать с разными добавками. Так, это что такое? Станки фарс джуйс какой-то. Он непонятный. Так, даже если ароматизатор, по идее он должен быть вонючий. То есть видите, здесь молния. То есть он должен быть очень вонючий. Уже хочется его открыть и понюхать. Фу! Фу, понюхай. Понюхай. Чем пахнет? Пахнет жженой какой-то, жженными носками. Фу, или какой-то колбасой протухший. Короче, эта штука ужасно воняет. То есть это уже... Ну какие-то копченые какашки. Вот пахнет копчеными какашками. Давайте теперь смотреть на баночки. Так, мистер Батс Варс. Вы же помните, что здесь кроме фигурок еще есть прикольные... То есть еда американская. Вот в Америке есть, наверное, такая шоколадная паста. И здесь они ее назвали по-другому. То есть они ее назвали мистер Батт Варс. Эта штука открывается, и там внутри... А, тут внутри шарик для перемешивания. То есть, видите, это чтобы хорошо у нас промешался слайм. А оно не воняет? Не, ничем не воняет. Также тут есть, опять же, какие-то вкусные... У нас, по-моему, в прошлом выпуске были лейс. Ну, короче, все... Такая, знаете, знаменитая американская еда. Скуирти. Фанки, щинка, пенец, баттон. Опять же, видите, какашки. Здесь нарисованы какашки. По сути, это должно быть какие-то донаты. И даже состав написан. Одна калория. Тут даже состав прикольный. Вот если вы прочитаетесь, тут даже состав такой, знаете, с юмором написан. То есть тут не просто состав. Я тоже состав. И тут тоже для перемешивания шарик есть. А какой там цвет? Так, открываем дальше. О, ну это Макдональдс. Это Макдональдс, это все знают. Мак Дуглас. Мак Дуглас. Фейлинг Яиц, Хангрис. Написано, опять же, Хангрис, чтобы Макдональдс на них в суп не подали. Опять же, здесь... А, это здесь, наверное, слаймы можно хранить. Но я даже не знаю. Так, мы сейчас инструкцию прочитаем. Я уже забыл, как это все делается. Мак Э Э Куэйс. Чокос Формс. И здесь, видите, червяки. Я, опять же, не знаю, что это такое. Это какие-то, наверное, какие-то булочки вкусные. Да, вот так штука открывается. Здесь, наверное, слаймы можно замешивать, если вы не хотите пачкать саму фигурку. То есть, по идее, слайм можно и здесь замешать. Потом Фростед Парц. Это что такое? Это типа козьи шарики? И хлопья. Шоколадные? Хочешь такие хлопья попробовать? Так, шарик, опять же, есть. Если что, вот так выглядит шарик. Шарик. На шарике, да, написано, что это Хангрис. То есть, даже шарик такой мерчевый. То есть, это все мерч. Держи. Так, давайте теперь открывать наших персонажей. Смотреть на них. Мы сейчас сразу все откроем. Потом будем уже опыты проводить. Итак, оптимус пердоперос. Вот такой. Он почему-то у него ушки, как будто бы он мишка. Смотрите, похож на мишку. Он кричит. На нем написано, опять же, вот этот попки слайм. У него крутятся руки. То есть, он может руками шевелить. И, конечно же, должна у него нога двигаться. Да. Одна нога, по-моему, открывает заслонку. Что-то заслонка не открывается, кстати. Может, она сломана? Давайте откроем его. Ага. Вот у него язык. То есть, вот такой у него язык. Какой у него язык? Шершавый. Вот такой. В болячках весь. Фу, да? У него стоматит, наверное. Но он без зубов. Он без зубов. Так, а почему не открывается это? А, вот, открывается. Во, все, открыл. Вот. Но их лучше раньше времени не открывать. А иначе они будут просачиваться. То есть, видите, вы ему поднимаете ножку. И слайм выходит из него. То есть, по идее, вы должны ему залить слайм сюда. Потом вы должны его будете трясти. Трясете, трясете. Потом поднимаете ножку. И он начинает какать. А потом его можно полностью посадить на унитаз. И он будет какать спокойно на унитазе. С вот таким выражением лица странным. Сейчас дам. Держи. Так, теперь... О! Попка-робот. Да, у них обкаканные трусы еще. Если... Фу! Фу! Наверное, позор, когда в школе такое случится. И смотрите, у них какашки разного цвета и разного размера на трусиках нарисованы. Возможно, это отвечает за их редкость. Да? Или нет? Да. Давайте посмотрим, может быть, правда, это редкость означает? Нет? Вроде бы они все одинаковые. Видите, по редкости здесь. Робот. Так. Теперь у нас... Вот он, робот. Давайте смотреть, такой же у него язык. Такой же ли у него язык. По-моему, точно такой же язык. Вообще, они точно такие же одинаковые. Да, там цифры есть какие-то внутри. А2. М. Держи. А здесь... А здесь у нас B1. Да, точно. Очень странные цифры тут. Так, как он опять весь робот? 300 робот. И последний это у нас терминатор. Я терминатор. Дай, открою. О, вот такой у нас терминатор. Турдинатор. Опять же, тут, видите, это все оригинал. 2019 год МГА. МГА, если что, это компания, которая делает куклы Лол, Ready to Robot. Ручки также двигаются. А у R2-D2 ручки не двигаются? У R2-D2 нет ручек вообще. Смотрите, они делали заготовки, и тут должны были быть руки. Но они их запаяли. То есть, по идее, все фигурки сделаны по одному лекалу. Они абсолютно идентичные. Просто их раскрашивают в разный цвет. А так они абсолютно одинаковые. Просто руки залепили. То есть, место для рук есть, а самих рук нет. Так, вот такой у нас терминатор. И опять же, его надо будет посадить, чтобы он какал. То есть, берем... Ой, телефон! Итак, а мы с вами начинаем эксперименты по создаванию слайма. По идее, там написано в инструкции, что мы должны замешивать слайм сразу с блестками вот в этих банках. Но я уже по опыту знаю, что эти блестки лучше сразу в слайм не добавлять. Потому что потом они застрянут, когда он будет какать. То есть, нужно... Я буду добавлять вот эти блестки, которые шли у нас в комплекте, уже в конце. То есть, когда мы будем снимать стол сверху. Сейчас же мы будем просто смешивать порошок с водой. Так, на контейнер для туалета есть полосочка, покуда заливать воду. То есть, мерная рисочка. Вам, наверное, не очень видно, но я ее вижу хорошо. То есть, написано, покуда заливать воду. То есть, мы заливаем воду вот посюда. Вот все, залили воду вот посюда. Сколько там написано. Потом мы берем пакетик любой, рандомный. То есть, неизвестно, какой цвет нам выпадет. То есть, мы открываем. Там написано, попросите родителей разрезать. То есть, я беру... Я же родитель. Хопа. Разрезаю. И засыпаю пакет... Вот он. Порошок вот такого цвета. Вообще белый. Непонятно, что там. И засыпаю ему в голову. Кстати, в голову ему, перед тем, как... Чтобы лучше мешались, я взял шарики. Помните, шарики были внутри каждого вот этой штуки? Там внутри шарик. Вот я взял шарик и положил ему в голову. То есть, сейчас в голове у него находится шарик. И вот этот порошок. Теперь же мы заливаем туда воду. По мерке. Чик. Все, залили. Она стала какой-то фу. Фу, она стала черная какая-то. И теперь... Вон она, какая черная. Ну, давайте для вас цвет будет сюрприз. И теперь мы должны добавить ароматизатор, чтобы он был у нас вонючий. Написано в инструкции добавить три капельки. Так, три капельки. Фу, она какая желтая. Она плохо капает. Давай капай. Раз. Очень плохо капает. Так, все. Теперь я его закрываю. Нашего чувака. Вот этого. Как? Вот так вот закрываю. А вот так? И нужно трясти его в течение минуты. Трясу его минуту. Пока я его тряс, он мне тут весь стол заляпал. Так что будьте аккуратны. То есть он не особо герметичный. Так, я его потряс минутку. И теперь мы его сажаем на унитаз. Одну ногу приоткрываю. Чик. И вторую открываю. О, и он начал какать. Аааа. Аааа. И нужно ждать 10 минут. Написано в инструкции до 10 минут, пока из него выйдут все какахи. Ну что, ребят. Мне кажется, что все-таки слаймы что-то пропали, пока стояли все это время. Потому что он 10 минут прошло, он так и не выкакал. А в прошлый раз слаймы, если вы смотрели мой прошлый обзор, очень быстро выходили из них. Так что я предлагаю открыть его и посмотреть. О, да, смотрите. Он застрял. Он не смог его выкакать. Он слишком густой получился и липкий. Ой. А шарик, кстати, у него там был? Для перемешивания. Ааа. Ооо. Он весь такой липучий. Вон какашка торчит у него. Фу. Фу, вообще жесть. Я вообще не понимаю, как ты этого терпелись. Вообще не хочу это трогать. Фу. Так, но нам нужен унитаз. Нам нужно очистить унитаз. Потому что вот еще один минус этого набора, что один только унитаз. А унитазом нужно отмерять воду. Так, а вот этот шарик написано вынуть. То есть шарик вынимаем. Вот эту штуку мы достаем. Ну и сейчас мы сразу отмерим воду. Чтобы смыть это? Чтобы следующего делать. Чик. Ну что, Милан, бери воду, наливай по полосочкам. Видишь, там полосочка? Наливай. Так, вот это со стола я все попытаюсь убрать. А где полосочки? Вот она, видишь? Вот она. Вот она полосочка. Так, и так Милана пока будет наливать воду. Я уже подготовил. Я подготовил всех остальных наших прецедентов. Залил туда порошок. Добавил. Фунт такой вонючий. Добавил туда вонючую жидкость. То есть, у нас все готово. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все. Возможно, надо было быстрее трясти. Так, давайте возьмем теперь R2-D2. Вот он у нас, R2-D2. Заливаем туда водичку. Она какая-то серая стала. Да, серая. Сразу же туалет закрываю. Хопа. И трясем его. Трясем минуту. Так, так как у нас быстро загустело в прошлый раз, в этот раз я поменьше минуты, ну, где-то секунд 30. Его жмал. И теперь пускай он выкладывает свой как какиш. О! Слушай, а теперь он быстро покакал. А теперь он слишком быстро покакал. Ну, ладно, давайте подождем. Может, оно затвердеет. Интересно, из него все вылилось? Что, у него понос? Да, у него был конкретный понос. Он просто сделал какиш. Просто вода. Так. Ну, чуть-чуть порошка осталось на языке, я вижу. Шарик там остался. Покушаю пирожка. Ну, давайте подождем. Может, он затвердеет. Итак, прошло где-то 5 минут. Хотя нужно, чтобы прошло 10 минут. Вот. Но, как вы помните, у нас в прошлый раз застряло все. Поэтому я сейчас предлагаю, если даже он жидкий, слайм, мы сейчас ему в голову его вытрясем. И пускай он там лежит. То есть, вот оно, что в голове осталось. Мы берем наш толэт. Наш деревенский туалет. Так, ну, чуть-чуть сверху вода есть. То есть, она еще полностью не промешалась. Да, видите, чуть водичка слилась. Ну, и сейчас я его выкину туда внутрь. Да, он, видите, какой еще. Как мед. Он еще не готов. Да, он как мед. Надо подождать. Так какой-то вонючий мед. Да. Вонючку мы туда добавили, напоминаю. Я во все наборы добавил вонючку. Все, пускай он там лежит, доходит. Просто нам нужно делать эксперименты. Я же не могу вечно снимать это видео. Так, все. И вот так он будет лежать у нас слайм. И сейчас он загустеет сам по себе. А мы, Милана, давай наливаем. Давай. Не знаю, видно ли вам полосочка. Вот она. Вот она. Я скажу, когда стоп, давай лей. Я сейчас воды потеплее взял. У нас вода стояла на подоконнике, а там в инструкции написано вода комнатной температуры. Так, аккуратно теперь. Еще. Стоп. Все, супер. Милана, молодец. Так, теперь берем и заливаем нашего терминатора. Наливай. Заливай. Заливаем. О, он голубой. О, он голубой. Да, там уже видно, что голубой. Так, всю воду залили. И теперь, оп, закрываю туалетивус. Ставлю его трон. Сейчас он будет там сидеть на нем. И закрываем голову. И трясем минуту. Ой-ой-ой-ой. Потекло, потекло, потекло. Он очень-очень сильно текет. Вот какие-то из них не текут, какие-то текут. Трясу минуту и на туалет. Все, вроде как минутка прошла. Очень много он нам написал и накакал мимо туалета. Вот, давайте теперь его усаживать. И на здоровице. А, он тугой. О, блин, он мимо. Он накакал мимо. Нормально. Он очень много накакал мимо. Но ничего, потом эта жидкость застынет. И ее можно будет тоже... О, смотрите, а сейчас текет потихонечку, кстати, у него там. Ну ладно, пускай течет. И так, что-то наш терминатор, опять же, не докакал, по-моему. Давайте откроем, посмотрим. Ну, слушайте, да более-менее. Более-менее хорошо покакал. Такой цвет у него. Да, да-да-да, запах этот в воне стоит. Фу. Так, соберем все вот эти крошки. Какашки. Чик. Чик. Фу, вонь, правда, стоит от этого ароматизатора. По-моему, раньше ароматизатора в тех маленьких наборах не было. Или я ошибаюсь? Чек-чек-чек. Чек-чек. Чек-чек. Все, вроде как я все убрал. Так, туалет тоже надо почистить. Обязательно под ободком унитаза нужно протирать. Так, ну терминатор чуть-чуть мимо. Не донес он до этого самого. До туалета все свое добро. Ну, давайте попробуем. Кстати, я еще в прошлый раз, знаете, что делал? Вот так, чтобы все чистенько было. Вот так делал. Хопа. И доставал остатки. Какашечек. О, вот они у него, кстати, застряли. Смотрите, нужно ножку приподнять вот так. Приоткрыть. Почистить ему трусики. Хопа. Чтобы все. Какиш не должен застрять. Кстати, в ТикТоке недавно мне попался приколюха, когда, типа, несу какиш со школы, и пацан такой бежит. Такой. Это приблизительно как вот этот терминатор. Так, и вот так мы убираем, видите. Весь слайм нужно вытереть, чтобы фигурочки наши были красивые. Поэтому, вообще-то, идут в банки в наборе, потому что многие коллекционеры, они именно коллекционируют игрушки и не захотят пачкать их. Но, вот так их почищу. Слушай, а любой смайл... Смайл, да. Слайм не может? Ты просто грустный, слайм. Можно любой слайм, да, сюда засунуть и попробовать, чтобы он им покакал. Я думаю, вполне себе можно. Если поставите много лайков, то мы сделаем такой эксперимент. А также, если будет много лайков, то мы купим еще и будем собирать коллекцию дальше. Вот, обещаю. В прошлый раз вы поставили много лайков, вот я вам, видите, продолжение снял. Теперь давайте сделаем оставшиеся два слайма. У меня осталось два слайма, всего пять пакетиков было в наборе, как вы помните. Опять же, наливаю водичку в этот унитазик. Смотрим, чтобы все было четенько. По линии. Воду в этот раз набрал комнатной температуры. Надо сделать все слаймики. Хопа. Все, по линию залил. Так, теперь надо аккуратненько. Видите, здесь уже поменьше. Ой. Слушай. Она отсюда не влазит, все, вода. И как делать? Я просто хотел тут замешать. Ну, давайте попробуем. Может, тут получится. Чуть-чуть воды не влезло. Прям чуть-чуть. Так, ну, я его болтаю на протяжении минуты. И думаю, я его так и оставлю. На, мило, поболтай. Ура! А я в следующий залью пока что. Аккуратно прижимай со всех сторон. Заливаю, опять же, воду по линии. Ну, тут, видите, в эти наборы особо не влазит много воды. Ну, да ладно. Чик. Практически потратили мы нашего питомца полностью. Заливаю. Вот, эта баночка, по-моему, почти больше. Хотя, смотрите, тут есть место. Нужно с горочкой налить. Давайте с горочкой налим. Так, налил с горочкой. Знаете, это закон натяжения воды. То есть, воды может быть чуть больше, чем в стакан вмещается. То есть, если у вас стакан 300 миллилитров, то в него можно налить 305 миллилитров. То есть, еще сверху будет. Вот так вот. О, здесь хорошо болтается. Здесь это сверху, чуть-чуть место было. Вот эта штука самая удобная для перемешивания. Так. Мешаем. Все, Милан, эту ставь. Просто ставь. Ставь, не открывай. Так, и мешай теперь вот эту. Так, все, в конце видео мы откроем вот эти штуковины. Да, давай, болтай. Все, туалет нам больше не нужен. Туалет я закрываю. А мы с вами сейчас будем добавлять блестки. Начнем, пожалуй, с нашего самого первого Оптимуса Прайма. Да. Опять же, вычищаем его, чтобы он был чистенький и красивый. Язычок ему протрем. Чик-чик-чик. Интересно, есть у меня подписчики, кто коллекционирует вот эти фигурки? Ой, я уже запах почувствовал. Почувствовал. Да? Вонючий. Чем пахнет, Милан? Ну, не могу сказать, но какой-то потухой. Пахнет добротой. Нет, потухой, ну, козявкой, по-моему. Итак, у нас у Оптимуса Прайма выпал черный слайм. Вот такой, видите? То есть вот такой он в целом хорошенький. Фу. Фу, вонючка. Фу, вонючка. Да, склизкий, вонючий. И сейчас мы в него должны добавить блестки и сами его замешаем. Давайте добавлять туда блестки, какие нам выпадут. Нужно что-то светленькое. Не, черное не пойдет. Ой, знаю что. О, вот эти белые. Так у меня две остались. Две? Да. Дай мне ножницы. Но он бы тогда его не выкакал, поэтому я не стал его добавлять. Вот так его растираю. И, так, Милана хотела две. Держи, две. Бери. Можешь побольше взять. Так, что это такое, во-первых? Это какие-то какиши прозрачные. Какиши. Интересно, хорошо ли он впитает их внутрь. Потому что обычно слаймы, они отторгают всякое вот это. Ням-ням-ням. Странное. Съем. Так, замешиваю их. Тут еще не осталось. Спасибо. Какиш поглощает алмазы. Это когда бандиты провозят в заднем проходе алмазы. Вот это оно. Оптимус Прайм оказался у нас контрапандист. Ну. А съел. Что-то не особо красиво получается. Вот что получается. Алмазы эти вылазят и по всей квартире разлетаются у меня. Я себе сейчас. Будет очень обидно, если Валюша встанет на этот алмаз ночью и будет орать благими существительными, а может быть и деепричастными оборотами. Тут еще осталось. Да. Так себе. Такой себе наполнитель. Этому наполнителю я ставлю Трайбан. Трайбан. Давайте смотреть следующий. Следующий у нас был супер жидкий вот этот чувачок. О! Слушайте, а он до сих пор жидкий. Почему-то вода так и не замешалась у него внутри. Наверное, надо было получше перемешать. Хм. Странно. Надо протереть. Он все равно жидкий какой-то. Что-то мы неправильно с ним сделали, похоже. Так, ладно. Закрываем нашего Ирдана. Может быть, его сейчас помешать можно? Ну-ка. Видите, какой он жидкий. Фу. Да, что-то он особо... Это тебе там самый некрасивый, Сланда, для этого. Ну, давай. Не. Вот это? Не, я думаю, эта штука не надо. Хотя, давай, давай. Возможно, это то, что надо. О, все. Он замешался вроде нормально стал. Давай, открывай, Ульяна. Так, сейчас Милану даст нам наполнитель. Вот этот красненький. Так. Да, смотрите, его надо было просто хорошо помешать. Оказывается, все дело в том, что плохо помешан был. По идее, можно просто вылить воду прямо, знаете, как муку делают на столе. То есть, муку делают бортики, а потом в воду туда вливают и медленно замешивают. Также можно делать и слайм. Вот этот порошок вытрясти. Фу, понюхай. Давай, что там? Понюхай. О, Милана мне хотела давать какиш. Фу, странно пахнет, да? Ну-ка, интересно, замешается ли он сюда? И изменит ли он вообще состав? Возможно, конечно, он уже просрочился. Ну, нет, ну слушай, у них там 110, это год больше. А игрушка 2019 года выпуска. А уже 22 год. Да, раритетная игруха. Так, надо ее хорошенечко побить. Пахнет да странным. Пахнет кирпичами, как будто кто-то отложил. Отплаву. Так, замешиваем. Какая-то странная крошка получается. Мы потом их всех перемешаем, я думаю. Ну да. Послушайте, это какой-то пигмент. Он накрашивает. Надо было его в черный добавить. Я пасту не залкала. Ну слушайте, он так-то перемешивается. Очень хорошо перемешивается. Не, плохо перемешивается. Ну, вот что получилось. Вот что было и что стало. Так себе. Так себе. Остается у нас синий. Синий, а пороги не. Не, не, синий сюда не надо. Надо что-то другого. Давай черный. Вот это. Давай. Открывай. Смотрите, тут пиццеби есть. Там какие-то черные эти. Нет, так не получится. Получилось? Да. Получилось. Давай прям сюда. Фигач. Какие-то черные канатики, да? Давай уже. О. Вот такие черные волосы. Чьи-то черные волосы. Это жесть. Да. Кошку съел. Замешиваем. Дождик. Замешиваем. Черные волосы. И вот эти волосиночки там внутри. Вот они, видите? О, вот они, кстати, хорошо там держатся внутри. Но я думаю, этого недостаточно. Че еще дать? Давай еще синего. А там сколько пакетиков осталось? Два. А, ну у нас для тех слаймов. Нет, давай-ка мы сейчас замешаем все это дело. Вот так. Я сейчас соберу этот кирпич. Оставшийся. И мы замешаем все вот эти три слаймы. Потому что те у нас, я думаю, еще не готовы. А вот тут еще есть какой-то. Какой? Ну вот этот кирпич. А, этот кирпич опять. Ненавижу этот кирпич. Замешиваем. Ну, вообще, какая-то добавка очень странная. Давайте их три перемешаем. Чик, 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 чик. Может быть, сейчас что-то получится нормальное? Какой цвет получится, как вы думаете? Я думаю, получится bubblegum. Какой-то серый цвет получается, да, Милан? Ты права. Вот только единственное, что вот эти алмазы, они так и выпадают оттуда. Так все и выпадает. Но зато слайм какой большой получается, смотрите. Уже достаточно большой. Так, ну все. Я думаю, настала пора открывать те баночки. Какую мы первую баночку замешали, но не помнишь? О, вот эта. Да, интересно, получилось ли там что-нибудь. О, фиолетовый. Фиолетовый слайм его, смотрите. Даже видно. И он сам оттуда... О, фиолетовый слайм его. Фу. Фу. То есть, надо какую-то кашу помнить. Какой-то фиолетовый... Какум. Розовый, по-моему. Там снизу вот как раз-таки все застыло, надо было перевернуть. Фу. Фу. это все очень липко бе да все-таки надо было замешивать именно там там внутри осталось до сама густота осталось снизу так но единственный способ освободиться от этого слайма это сделать вот так хопа от банку ты просто переверни милана поставь поставь сюда а вот этот слайм это клей какой-то ну-ка милана открой ту банку и переверни это же что там видите поплывок всплыл ну что давай его сюда кто-то ел бананы накануне кстати в переводе в инструкции вот эти баночки называются нездоровая еда то есть идея вот этих ангриста что они берут и снимают пародию на всякую нездоровую пищу то есть это фастфуд это же все вредно из-за этого у вас могут быть всякие вот эти кокули нездоровые и вот в том-то и интерес был авторов сделать именно нездоровая еда да вот эти маленькие коробочки это все нездоровые до макдональдс всякие лэйс вот это непонятное все да четос то есть все это вредно да и хлопья для завтраков шоколадные типа надо всякие овсяные там гречневые кушать мюсли на это не вкусно а вред а редко когда вкусно кто-то ой ребят кто знает вкусную и полезную пищу напишите в комментариях вот какая еда и вкусная и полезная чем можно заменить вот этот фастфуд вредный чтобы вы прямо вы прям ели и кайфовали может быть брокколи очень вкусно сметана до сметана с брокколи так так собираю со стола все остальное а эти алмазики так до сих пор и выпадают кстати очень плохой наполнитель оказался ничего не он давай наполнитель следующий сюда заливай давай какой следующий наполнитель синий и не сейчас будет я хочу на синий вообще целом с вами неплохой смотрите в любом случае он замешивается вопрос нужно хорошо помешать то есть ты возможны из-за срока годности он стал плохо так перемешиваться давай высыпай сюда посмотрите гаечки какие вот такие гаечки от оптимуса правильно интересно они не будут вываливаться смотрим замешаем гаечки добавят ли они нашему слайму эксклюзивности и красоты но по-моему они все равно вываливаются вообще вот эти все пластиковые наполнители все наполнители которые такие из какой-то какой гелевой пленки они все фигня да даже рукам становится остро то ли зум был приятный слайм а сейчас он какой-то остренький не особо приятный вот смотрите какой получился так давай последний наполнитель чернота до черные блестки все будет распрямляем чё у нас тут это но кстати не вываливается стальной слайму так там и подзалип а здесь вот здесь чуть 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 вываливается давай вау да это самый красивый наполнитель на ты была права вы только посмотрите на эту красоту какова красота этим можно губы мазать только ты не машина и молодых так замешиваем блестки замешиваем блестки дай вытереть все вызовут давай и так остались покажи все вызову дайте руки мы так теперь у нас слайм самый красивый но вот какой слайм у нас получился в итоге сам сама красота согласитесь вы посмотрите самый красивый вы видели слайм красивее чем этот да никогда в жизни а пахнет как он ребята жалко что пока нет нет технологий которые будут передавать запах говняшкой пахнет так давайте попробуем достать остатки слаймушки как пухает мне не достается не достается печально я думаю что хорошим слаймом мы достанем тот плохой который там застрял к пахнет на ножницами было бы проще достать его ну ладно я думаю вы поняли что все фигня набор так себе не знаю своих денег он точно не стоит лучше уж купить маленькие вот эти по 200 рублей которые на распродажа хотя по моему их сейчас нету нигде ставьте много лайков и мы будем продолжать собирать всю коллекцию подписывайтесь на канал и не забывайте проголосовать в комментариях понравился ли нам слайм вам вам на наш о вот такой слайм и кто вам понравился из наших персонажей больше всех так голосование милана кто тебе понравился больше всех милане понравился r2 d2 мне понравился optimus prime валюша тебе кто не этот терминатор валюша нравится терминатор у нас голоса разделились вот а кто вам нравится больше всем пока